Всем привет на обзоре бренд Рассоси Рассоси Или рассаси Или разази Ну в общем мы рассосем сегодня эту тему Как бы не прискорбно было бы говорить о том, что слово мы не совсем правильно называем иногда То есть как они правильно зовутся Но нам приятнее говорить то, чем мы испорчены Вот рассоси Рассосем Бренд очень интересен в своей подаче Это деревянный бокс Деревянный бокс И в распосылке вы должны были знать и видеть, как это все выглядит Дерево, я так понимаю, это венге Больше ничего Интересный посыл Но опять-таки Хотелось бы, чтобы было бы лучше Итак, открывается очень просто Здесь магнитики вот такие вот С фрезерованными Находятся по краям Здесь Там поролончик Там поролончик тоже И металлическая штучка-дрючка Которая очень мне даже больше симпатизирует Чем вообще в принципе все остальное Ну прям ничего Здесь я не вижу Сам флакон Выглядит он на 100 миллилитров Но налито там 75 Обычно это налито вот столько Вот столько Я уже выкачал год до седого Вот это половина считается Этого флакона Но четверть выкачал Ну просто посылки вы должны были Видеть, да Деревянная крышка и так далее Вот Еще раз сделал я затест То есть и в тепле И в холоде Ох Ну что сказать Шлейфовость в тепле Конечно безусловно Дикая Вот здесь она дикая Почему? Потому что это арабы И делают они Блин, я почему-то не сильно убавил И делают они безусловно Так, чтобы это просто реально Как бы видно было Сначала аромат идет А потом ты идешь Перед этим ароматом Длиннющий шлейф Метра 4-6 Это в тепле Это еще ветерок Это все тебя будет Оповещать Что это идешь ты И мигалку не надо ставить Вот Что идет По зиме Зима все-таки чуть-чуть Похолоднее Чем лето И безусловно Шлейфовость у него Метра на полтора Будет Ну это нормально Тоже приемлемо Стойкость Летом безусловно Часов 10 Доходит и до 12 Это надоедает Ну это арабы И Зимой часов 10 Точно будет Ну вот Уже прошло 5 часов А он еще звучит Так, как будто бы Я его нанес Вот Час назад То есть Учитывайте Достаточно Плотная композиция Так вот О композиции Так, ну зимой Как бы Ну нормально 10 часов Хорошо С 4 распыления Вот И так По композиции Там вообще Очень странная Пирамида Пирамида Очень странная Там есть Абрикосы Давайте начнем С того Что я не совсем Верю в то Что они добавили Что-то Что похоже на Абрикос Сухого участка Кожи Все-таки Больше звучит Шафран И шафран Это Часть Которая Прям Уходит И в кожанность Которую можно Добавить Обрамить Деревяшка Какой-нибудь Деревяшка Мне здесь Слышится Все-таки Ветиверная Сухая Присухая Ветиверная Не зеленая Более пряная Не бальзамическая Именно пряная Она такая Нагретая Нагретые Вот эти Ветиверные Составы Там есть И кедр Ну Если учитывать То, что Вкусность Аромата Превращается Из древесно В Бобы тонко Вот это Вот Там по-моему Кумарин написано Но мне кажется Бобы тонко Все-таки Вытягивает Это все Ну и кожаность Которая 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 Не совсем похожа На кожаность Хотя На мемо Вот кто-то там Написал На мемо Итальянскую кожу Вот соглашусь Вот реально Соглашусь Потому что Мемовские Кожаные Ароматы Это достаточно Такой Вот Такой Вот По спирали Они движутся И доходят До того Что Вот все Рядом Вот все Рядом Здесь Вот Из мемовской Кожи Итальянская Соглашусь Соответствие Есть небольшое Ну Все-таки Европейцы Они делают Более сглаженно Более аккуратно Углы у них Более аккуратные Здесь Немножко Вот такие углы Есть Но Они не просто Сглажены Они прям Выкругленны Выкругленны Эти углы Настолько Что Выглядит это Немножко На яички На Сисечки Вот что Что-то Вот В этом Роде Вот Поэтому Почему Потому что Вот Есть Вот Это Подача Вперед Птиками Вперед Письками Вперед Вот это Все здесь Есть Заявляющее Парфюм Деревяшка Могу Которую Я не особо Я бы купил Все-таки Амуаж Из Тех Вот Сеи Таких Либо Потому что Все Амуажи Независимо От того Что они Делают Делаются В Омане Или Делаются В Британии Или даже Там В Германии Разливаются Они Делают Это Все-таки Под Европейский Строй Под Аккуратный Арабские Сочетания Потому что У них же Есть же Еще масла И Эти масла Они Все-таки Там Больше Вот этого Востока Интересно Ну Как мне Говорили Вот Поэтому Сравнивать Амуаж И Рассаси Да Еще Аль Махар Аль Фарад Аль Хурад Аль Маба Фарад Все Вот это Остальное Я Наверное Закрывать Буду Эту Тему Не Хочу Не Хочу Это Называется Вот Это Это Плагиаты Да Все Хорошо С С Футлярами Прям Молодцы Заехала Вот Только Так Это Красиво Это Благородно Это Эстетично В качестве Подарка Это Безусловно Хайп Вот тот Самый Хайп На который Они Выезжают Безусловно Классно Выглядит Флакон Аккуратно Лаконично Строго Даже Женские Женские У них Такие Женские Вот Все В одной Строчке Но Почему Не Сделать Содержимое Таким Же Аккуратным Таким Же Не Вырыгивающим Вот Эту Вот Отрыжку Которую Они Пытаются Сделать Аромат Интересен Но Аромат На Повседневку Да Зачем Он Нужен Вот Вот Реалию Больше Арабов Я У него Есть Такое Сочетание Знаете Нитрита Тулола Вот Этого Нитрита Тулола Это Вот Если Глубоко Вдохнуть Это Ты Почувствуешь Он Где-то Там Сидит Знаете Вот Эта Свербящая Часть Шафран Это Может Делать Безусловно Какая Это Нагоморда Вот Эта Нагоморда Вот Это То Чем Пахнет Нагоморда Она Еще Присутствует Здесь Какие-то Листья Зеленые В общем На что Еще Может быть Похожи Может быть Похожи На Арамис Тускан 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 Вот Они Могут Быть Похожи Но Тускан Арамисовская Она Все-таки Более Жесткая Более Подложка У нее Прям Выстил Выстил Вот Этими Какими-то Листьями Табака Терпкой Кожи Завядшей Увядшей Там Прям Вот Жестко Прям Зеленушная Кожа Здесь Зеленушка Есть Присутствует Но Она Какая-то Вот В перемешку С шафраном Вот Это Пряно Шероховатый Подтон Плюс Вот Эта Легкая Сладинка Пряная Пусть Будет Древесная Пусть Это Будет Ветиверная Да Ветиверная Но Не тот Ветивер Который Мы Сейчас Все знаем Какой-то Обезбоженный Сладость На Влажной Коже Она Очень Сильно Выражена То есть Здесь Нужно Быть Аккуратным На Сухой Коже Не Выражена Она Вообще Не Выражена На Сухой Коже То есть Для У кого Сухая Сухой Тип Кожи Как Нехер Делать Подойдет Или Нормально Вот У меня Влажный Он Сладинка Вот Это Она Начинает Немножечко Тебя Подтуживать Что ли В этом Плане Поэтому Тут Нужно Быть Очень Аккуратно С Распылением 75 Это Хорошо Я Думаю Что Не зря Они Сделали 75 В 100 Миллилитровом Флаконе Во первых Может быть Чисто Чисто Вот По Этой Части По Флакону По Презентабельности Как бы У них Все Прошло Нормально Хотя Можно было Сделать И чуть Чуть Поменьше Может Лучше Было Поэтому В аромате Заключено То Чего бы Я не хотел Больше Слышать Уже Никогда Ни сладкий Ни пряный Не хочу Может У них Свежаки Интересные Будут Получится У них Есть Какой-то Там Флаурс Может Тут Будут Поинтереснее Ну Опять Таки Это Плагиат Покупать Ради Того Чтобы Был Можно Если Вы хотите Чтобы Вы чем-то Вот Отличались Но Арабов Можно Сразу Увидеть Услышать Понять И Простить Потому Что Этим Плагиатом Они будут Заниматься Всегда И все же Пока Существует Любая Другая Парфюмерия Если Был бы У меня Выбор Я бы Взял По Тосканскую Кожу Вот В этом Плане Да У меня Есть Монталь Ут Лезер Лезер Я Взял Альтернативу Именно За Монталь А Здесь Я бы Не покупал Буши Никогда Есть Это Свербящие Успения Они Чуть не Пересеклись Самолет Вот А может Высота Разная Да Наверное Вот Поэтому Покупать Никогда Нельзя Без Затеста Вот Я приобрел Да Я ее Понимаю Я ее Осознаю Я Ей Этой Композицией Ну Вот Для зимы Это Супер Пупер Летом Это Конечно Нужно Быть Более Осторожно Потому Что Тут Сочетание Того Что Здесь Есть Какая-то Свежесть Вот Прохладная Именно Прохладная Ну Вот Летом Это Будет Немножко Освежать Ну И при этом Притормаживать Потому Что Понимаешь Что Очень Тебя Немножко Вот Это Вот Размазывает Размазанная Композиция Вот Будет Правильное Слово Размазанная Композиция Поэтому Дерзайте Не покупайте До встречи Композиция Композиция